С какого возраста вы себя помните? Я себя помню отлично с того момента, как я учился ходить, что, вероятно, было в районе года, плюс-минус. И помню, что меня глубоко разочаровывала планета Земля тем, что вдруг наезжала на меня вот так вот и била меня по лицу, когда я падал лицом вниз. Но ничего, я справился с этим разочарованием и теперь хожу. А первое самое яркое какое-то впечатление, может быть, встреча с чем-то, что поразило, что было абсолютно новое. Понятно, что в том возрасте новое все, но то, что как-то очень тронуло. Значительно позже меня философски очень затронуло такое переживание. Мы с мамой переходили мост около университета, дворцовый мост. И был закат. И я почувствовал, что вот правильно было бы жить, если бы я испытывал закат так, как я испытываю физическую боль. Или вот абсолютно физическую. То, что я понял, что мне не подходят переживания, когда я просто вижу. Много десятков лет спустя я понял, что это то, что называется total awareness. Или be here now. Когда ты не просто видишь, а ты переживаешь всеми нервами тела. И вот это мне задало очень хорошую программу на все будущее. Это сколько вам лет было? Четыре-пять, скорее всего. Четыре-пять, скорее всего. Какая мама была? Прекрасная. Она жертвовала очень многим в 50-е, 60-е годы какими-то своими комфортами и деньгами, которых не было совсем, для того, чтобы дать мне какое-то переживание искусства. То есть, она таскала меня в филармонию Набаха. Или, скажем, когда был закрытый показ фильма «Великолепная семерка» с Юлом Бринером, она как-то, непонятно каким-то образом, достала билеты. И потом, и более того. А дальше она пожертвовала собой настолько, что потащила меня на первый в моей жизни рок-концерт в 68-м году, когда мне было, соответственно, 14 лет. Нашла каких-то знакомых, 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 которые устраивали этот концерт. И у меня в 14 лет было полноценное переживание. То, чего теперешние люди уже больше не знают. Потому что зал очень небольшой, 200-300 человек, ДК пожарников в Петербурге, зал визжал весь так, что группы было не слышно. То есть, тогда было принято визжать. Уже, может быть, в Англии уже, может быть, нет, а вот до России это как раз дошло. А бабушка? Бабушка была просто основой бытия, потому что на ней все держалось. Когда мама была маленькой, и бабушка в блокаду, чтобы мать выжила, она работала на двух или трех работах. То есть, она работала по 20 часов в день. Несколько лет подряд. Водила электрокар на складах. Там еще что-то еще. Невероятные были люди. Ну, такие, видимо, с характером обе, нет? Ну, я многому научился. Потому что, когда приходится отстаивать свое, спорясь с человеком с характером, вырабатываешь свой характер. Поэтому я с тех пор немножко нетерпеливаю. Продолжение следует... .... ... ... ...